Андрей, представься, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании? Ну, вообще я в компании, так сказать, занимаюсь кейсами, да, по образованию, по специальности антрополог. И примерно так 15 лет своей жизни я отдал работе на районах Дальнего Востока, Крайнего Севера, вот в таких вот национальных, в частности, окраинах нашей страны. У нас возникает часто вопрос, как альтернативы Мексике, Кубе, Гуану, Сайпану, переезд и подача на убежище с кейсом Чукотский автономный округ. Люди попадают из Чукотки на Аляску, ну и дальше там уже проходит процедура ОСА. Расскажи, пожалуйста, вообще как там, что там, я знаю, что ты там жил какое-то время. Ну, первая трудность, связанная с Чукоткой, это то, что на Чукотку надо попасть. Допустим, семья, двое детей, двое взрослых. На что им рассчитывать, какое время они будут находиться в городе, на что им придется тратить. Вот из-за чего люди хотят поехать туда. Ну, расстояние 4,5 километра, я договорюсь с лодочником, и вот меня там, я прилетел, и вы меня на следующий день. Да, это плывущие с бешеной скоростью дрейфующие ледовые поля. Кроме этого, ну, я не уверен, что Багранзастава наша, которая стоит на острове Ратманово, с ракетными установками, пулеметами, с установками залпового безоткатного огня, будет рада приветствовать путешественников пешком у них на глазах. То есть просто так приехать, сказать, вот я хочу там перейти, дойдите мне там туда-сюда, ты можешь просто попасть на какой-нибудь информатор, и тебя... Да, и тебя просто отдадут в добрые руки пограничные стразы, ну, как максимум, а как минимум, просто отведут в укромное там место и поступят по анекдотам, да, для чего геологи нужны, ну, как это же говорить, спички, патроны. Еще вопрос по поводу безопасности. Я слышал, что там дикие животные могут растерзать. Ну, там не могут, они, собственно, Чукотка – это край, где одновременно обитают два вида медведей. Во-первых, и белые буры, причем белый медведь, тихоокеанская морфа, он такой вполне агрессивный, тем более сейчас они лишаются ледовых полей с этим потеплением, они голодненькие там все. Бурые медведи, там наиболее крупные, в Чукотске и Камчатске, самые крупные популяции бурых медведей Евразии, по крайней мере. Ну, они размером как гризли, примерно. А вот, плюс там к этому полярный волк, тоже самый крупный волк из всех существующих. Вот, ну и потом просто горная страна, где среднегодовая температура минус 18. Вот, причем это не параллельно идущие хребты, это система запутанных весьма среднегорных хребтов. Вот, ну, одиночке она оставляет очень малый шансов оттуда выбраться живым беспорядником. Ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции. Всего доброго.